Наглость, с которой израильтяне ведут себя на Ближнем Востоке, рано или поздно должна была привести к трагическим последствиям. И вот они настали. Из-за провокации ВВС Израиля сирийская ракета сбила наш Ил-20, убив 15 россиян. Помните историю Гелада Шалита? Это капрал армии обороны Израиля, который был похищен арабами 25 июня 2006 года. Ради спасения одного единственного солдата Цалах затеяла войсковую операцию «Летние дожди». А когда она и другие усилия не увенчались успехом, то спустя пять лет и четыре месяца обменяли Шалита на 1027 палестинских заключенных. Это к вопросу о том, как государство Израиль ценит жизни собственных солдат. А теперь вернемся к насущным событиям и посмотрим, что сказал министр обороны России Сергей Шойгу у действий израильтян, которые привели к смерти 15 наших военнослужащих. «Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне», — заявил российский министр. Командование российской группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16, — сообщил он. «Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги», — подчеркнул российский министр. Возникает вопрос, если Израиль ранее неоднократно предупреждали об опасности подобных действий, а у нас на базах в Сирии есть системы ПВО, то какого черта они не открывают огонь под тем, кто представляет угрозу для российских самолетов? Нет, я понимаю международные отношения, особое партнерство и так далее, но что это за партнерство такое, в рамках которого одна сторона творит что хочет, а потом еще и подставляет другую под удар? Нам нужно такое партнерство? Думаю, вы читали, как отреагировал на произошедшая глава России. «Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все», — сказал Путин. Очень печально, что шаги, которые замечают все, наша страна предпринимает не до того, как произошла какая-нибудь трагедия, а постфактум. Да, та же Турция не отделалась только лишь помидорами за наш избитый самолет. Ей было худо, и по итогу она перешла в стан наших партнеров. Но Израиль-то уже в этом стане. Ну, по идее, он в нашем стане. Нетаньяку был на праздновании Дня Победы в Москве, 9 мая в Израиле — праздничный день, ну и так далее. И что теперь? Мы спустим Израилю, который борется за каждого своего солдата жизни 15 наших соотечественников? Я считаю, что это будет проявлением слабости, а слабых бьют. Мне кажется, нужно сбивать любой израильский военный самолет, даже если вероятность, что он причинит нам вред, оценивается в 1%. После первого же сбитого самолета ВВС Израиля поднимется голдеж Иллаи. Но что сделает Тель-Авив? Объявит войну Москве? Ну, это даже не смешно. Тель-Авив либо утрется, но будет пытаться наносить удары до следующего сбитого самолета, либо прекратит сразу. А значит, больше никогда не сделает подставу. Нельзя спускать жизни россиян кому бы то ни было, а особенно таким хитро сделанным партнерам. Когда наши гибнут от рук террористов, то удары на последних сыплются градом. Хватит цацкаться с израильтянами, иначе подобное 100% повторится. Каждый самолет ВВС Израиля, приближающийся на опасное расстояние к нашим воздушным судам или базам в этом регионе, должен быть уничтожен. Сами израильтяне поступают именно так, и у них стоит это перенять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова